Я вот вас прошу. Здорово, надпись. Это проповедь. Вот Вера Повчинева писает об одной в Мельбурге, у них там рассылка книг была, они вот так вот собрались, и к книге запечатывают, ну видно, что волонтеры, добровольцы все. И говорят, а как ты обратилась к Богу? Вот у православных об этом еще и так обратилась. Бабушка водила в храм. Необращенные люди-то. Православие сегодня далеко-далеко от евангельского первоначального пути отстает. Счастье исповедуется, чаще присчастье. Все. Попы где власть взяли, играет присчастье. А я от присчастья тебя отключу. Он не имеет права никакого, а незаконное отключение падает на отключающего. Он даже этого не знает. 19-19 это второе законе, и каноны об этом говорят. Но там все одинаково. За то, что он песнике и правил, 50-е правило, они должны быть извергнуты, извергнуты, на стройке народного хозяйства. И об этом говорит Писание, 50-е апостольское правило. Патриарх Алексей II говорил, а сам еще может за некрещеный даже был. Положение аховое просто, но руки опускать не надо. С нами тот, кто за всем наблюдает и видит. Это проповедь. Он спрашивает, как обратился. Я говорю, приехал в Мильбурн. Вот здесь же было. Это столица Австралии. И слышал меня кто-то за плечо вот так вот. Я говорю, обернулся, стоит человек, а у него аутизм. Ты знаешь, что такое болезнь? Ты имеешь общение каждый день. А где она находится? У нее давление будет высокое. А? Давление может подняться. Я наш вчера поэтому сорвалась. Давление? Ты считаешь давление, а давление может лежа избавиться? Но она будет поспать. Это наоборот все. Если у тебя давление, ты не ложись спать. У тебя давление в другое место пойдет. В ноги. Надо будет ходить, кланять за то другое. У вас все перевернутое. Иди приведи. Я на работу работал, когда в авторую спину. Ну и ночью прихожу. Убран-то. И лег. Два раза лег. Голова сразу закружилась. Отменил. Только пришел на хорвате. Подушку подложил под спину. Все. И нужно сколько? Ну не больше там час. Так у меня я сутки не спал. Дальше работает. Не больше. А потом по 15 минут. Гернар на наличие об этом пишет. Человеку 3 часа поза глаза хватит спать. Дальше после 60 лет. Это уже другая игра. Как мотор не тянет. Мне сейчас 7 часов выйдет по лошади. Никак. Задыхается мотор. Сердце. Я поэтому не утруждаю здесь. А раньше вечера, раньше встать. Вот человек, который рано ложится. Ну допустим там 9-10. Ему достаточно 6 часов. Который на час позже. Ему надо 7 часов. Тоже спит. Так же лежит. Так же обстановка. Но ложится в разное время. Чем раньше встает человек, тем лучше. Тем благословеннее. Тем здоровье его другое. Это не мы установили. Это заложено так. Почему человека, который рано встает. Жаварова так называют. А поздно который. Сова. Это народные приметы пришли туда. Сова это ночная птица, как Сталин Кремлевский сыщ. Ночью сидел там, списки составлял. Кого уничтожить. Может еще чем-то занимался. Неизвестно. И вот нужно себя поставить на этого человека. Вот аутизм у него. Попрещу тебя. Тайбер Руслович. А у него надпись. Кроме Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И что? И он дал мне маленькую порошоночку такую. Я вам всем сейчас это даю. Это отец Павел привез. А я вчера проверил его. А то Сергей привез его. Смотрите. Здесь есть некие отцы. А тебя тоже нельзя. Он дам своим, да? Это тоже своих. Пойдем в другое место потянешь. Так, просто никого нету побольше. Вот эти побольше. Можно я не добавил два слова? У меня тоже такой же есть. Сейчас пока маленько подержите. Потом посмотрите. Я, говорит, пришел, вот это прочитал. И стал ходить, ну, явно протестанты. Православный не пойдет. Православный как бы сказал, приходи в храм. У нас дорога в храм. Даже вот стихи написаны. Это одно. Мой путь к храму. Екатерина Голубева, вот она перед вами. Эти стихи. Мой путь к храму. Сектанты, протестанты, они никогда не напишут о храму. Первых христиан его не было. Но она, как понимает, так она и написала к храму. А в храме она услышала проповедь. Это тогда все на месте стоит. Но если этого нет, а только причащаяся и исповедоваться непрерывно, перекос к храму, он указал, где свой молитвенный дом. Только указать где. А что там, там каждый проповедник по-своему. Календарь выпускает дорога к храму. Весь календарь, за весь год дорога к храму. Не ко Христу. К храму нигде в Писании этого идет. Храм был один, и Господь сказал, камня на камне не останется. Все будет разрушено. Придите ко мне. Православные как будто не слышали. Ко мне, а не к храму. Храм это камни. Пришла советская власть, обрубанула и пыль пошла. Это при Деке было. Точно так же. Вот они разговаривают. Я вот так пришла в голову. А ты как? Интересно, говорит. Я тоже приезжала в Мельбург. Говорит, ты на базаре шла, и кто-то меня запрещет. Я горнулась, стоит человек. И он показывает. Я разговаривать не могу. У нее аутизм. И он предложил. И оказалось, что все, которые пришли в книги запечатанных, все пришли через человека, который разговаривать не умеет. У нас как? Аутизм. Ты только вокруг него. Пляшут. Они его хотят лучше сделать. Нет. У нее давление. Она лежит. 13 лет давление. И что ты ее отдавишь? Ты с нее спрашиваешь по полной программе. По ее болезни, по всему. У нас человек больной. А с него куда? Самое лучшее, что можно придумать. Это коляске возить около храма. Рядом поставить кружечку. И вот класть. Я уже знаю. У нас такие были. Один варюшка лежит. А другую Олюшку водит. И Варю спрашивает. Так Оле можно ходить? Больные. В один храм. Один храм. Походка нельзя. Она ничего не знает. Это другое. Олю спрашивает. Оля. Тоже в коляске. Мумия. В храм ее завозят. На дорогу расступить. Оля. А к Варюшке можно ходить? Кто к нему ходит? Живем. В ад не с головой летят. То есть не туда. К моей кружке подходите здесь. А около нее там колготятся бабки. Все питаются. Православные любят вот это. Как в Германии. Такой же самый человек. Приехал. Здесь только у храма мог стоять. Протягивают руку. На пийце. Там сразу вначале обследовали. Все данные его проверили. И стали смотреть. Куда же его пристроить? Пристроили его особая школа. Обои наклеили. Обои. Как? Обмакнуть. Раствор. Намазать. И приклеить. Больше ничего нету. И вот она будет это делать? Не будет. Зачем ей давление? Ты приучи ее. Слушай внимательно. Будет. Это не просто дома будет. А идти искать работу потом. Не будет она искать ее. Почему? Она накормлена. А здесь преграда. Нет ничего. Значит сегодня спробовала. А завтра вообще ничего нету. И он пришел. Там старички где-то жили. И первый раз накатал их. И приклеил. Где-то маленько криво. Ну. Простили они его. Поменьше заплатили. Он пришел. Вот у меня своя марка теперь. Ну марка. Деньга такая. Деньга такая. Вот как. То есть любого. Какой бы он ни был. Они узнают. Да. Действительно. Зачатый. Пьяный видят. Табакура. Там по другое. Но он живет. Он должен себя обеспечивать. Об этом пишет Николай Семенович Висков. Маленький ребенок. Чем она занимается? Она вот так вот шкуру в затылку свела сидит и все. Все. Ты лицо меняешь. Сена будет бодрственная. Облака сейчас и сядут прямо. Виде рядом сядут как взрослая. Все время надо куда-то в солное состояние. Чтоб этого не было. А они над ними работают. Над ними работают. У нас тут вообще этого нет. Как вам пенсию там дали какую. Да еще дадут такую пенсию. А когда ее пятеро кормиться будут. Возьми это для себя. Теперь накатывать. А что накатывать? Посмотри. Какие такие надписи? Это не православное. Запомните. НЕ православное. У православных икона. Все. Дальше идти надо. У нас между иконами в храме надписи священного Писания. А что у вас как у баптистов? То есть Евангелие это баптисты. 1 Иоанна кроме Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это от баптистов. Но если баптисты там. А где наши тогда? Наши где? В храме ни одной надписи нигде нету. Но иногда бывает кривыми такими славянскими глухами. И напишут еще. Свят-свят Господь. Целовок. Или что еще. Преблагословенная Матерь Божия. Нас сравнивать не с чем. А мы должны сравнивать себя только с тем, что заповедовал Христос в Святом Евангелии. С этим. Вот сейчас вот здесь написано. Первоначальное. Древнее. Было. Двуперстия. Два перста христили. И главное на что смотрят. Меркурий. Они даже не понимают. Божество Меркурия. Христиане переделали его и вложили. То есть Меркурий уже сидел за их место. Понимаете, что за этим все скрыто. Теперь вот это все опять. Я два места только показываю. Оставлю все правильно. Здесь вот. Вот это вот. Прочитайте. Что написано? Сегодня надпись была на кресте, которую нашли при археологических раскопках. Почему? Никогда не писали. Это современные выдумки уже придумали. На кресте такое. Никогда никто не писал. Это в 20 веке. Написали там в газете. Ну, хорошее. Да, хорошее. Но зачем туда-то прилеплять? То есть лжи не боятся. А это для спасения. Ложь во спасение. Вот. Тебе нравится вот накатывать вот это? Будет она накатывать? Теперь я спрашиваю. Если вам нравится. Вы хотели бы дома такие надписи сделать? Ага. Можно. Вот они лежат. Я принес. Маленько сдвиньте-ка. Давайте-ка мы посмотрим, на что мы можем. Давайте. Так, держите рукой. Дальше. Так. Кто берет ее? Берешь? Нет. Бери. Так. Вы не забывайте. Тут надо посмотреть. Что там только отлепить, а дальше она склеится. Она уже намазана. Так. Забирайте. Так. Что написано? Исправьте путь Господа. Мой. Так. Кто берет? Нет. Нет. У вас дома нет надписи? Держи. Дикое подпитание. Дальше что? Спокойтесь. Давай. Держи. Это проповедь. Так. Надо иди, подходи, выбирай. Поехали. Поехали. Так. Здесь что? Перед ночами Господа. Из Библии взята мысль. Бывает. Там не точно подписали. Но это не имеет значения. Все правильно. Так. Кому? Я. Так. Кому? Берем. Потом скрутите, положите. Чтобы не забыть только. Так. Кто берет? Я. Я. Так. Я. Дальше. Вам надо что-то? Берем. 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 Школа. Покаяние. Смотри сколько ты взял. Ну вот покайтесь. Сейчас контрастирует желтый и черный. Вот так бывает. Лубка там черная. Дальше. Иисус дает вечную жизнь. Боже. Боже. Такой фразы нету. Но она взята вот откуда. Там указано. Так. Это мое. Лук. Через него. Все. Так. Христос здесь что? Воскресение и жизнь. Включите. Потом беремочками свяжем кусачем. Чего ты Оля тебе? Бери. Так. Кому еще? Все? Нет. Еще дай. Бери. Не надо больше? Да. Екатерина ты далеко ездишь. С такими подарками можешь приехать. Можно? Давай. Можно. После смерти суд. Вот. Какие основа. Вот это начало мудрости. Сестра Господней. Так вот. Оля-то что-то не берет. Думаю. Так. Все. Вместе. Вместе. Вот я тебе дал, Вадим. Вот у нас еще двости было. Вкручивайте. Видите, вот. Мы сделали то, что мы делали. Мы чужое раздаем. Это люди, которые трудятся. И запомните, не православные. Вадим, вы на них помолитесь. Вот так этот мель-больный подавал. Так. Мы не знаем, за кого это. Вот это у меня левочки тут ледились. Я их заберу. А вам за ним ледились. Наверное. А мы что-то закончили. Не верю. Ваши. Так. Я его не знаю, не знаю. Но это с поляной ледушкой, а у нас есть уменьшина, есть потери. Потому что в п nich». «А это некоторое место». «А это у меня». «Да, просто мне кажется. «А это у меня». «У меня. А это у меня куда-то», «А это у меня». «А это у меня». «Да. Так, больше я никому не дал, а подожди как пополам за дверью, и дома она клеится, дома ты это сразу прилетел, снесимость на кость. Держи. Если надо будет, еще веревочки сделаем. Так, у меня вопрос. Загуляю, когда приеду. Когда мы отложим, это завтра суббота, после богослужения, завтра я на крестителе. Или, возможно, сегодня вещание будет, не знаю. Батюшка, еще не говорил вам? Батюшка говорил, что в пятницу сегодня. Сегодня вещание будет? Да, вроде бы да. Он приходил за этим оповестить. Десять дворов можно завязывать. Видите, те люди, которые с нами никогда не встретятся. И вдруг один нам дают такой подарок. Теперь второй. Отец Павел с этим разобрался. Вместе везете, так садите, потом млеший будет везти. Сергей привез. Я вчера удавился, просчитал все. Нашел две ошибки. Ошибка вот, где буква есть, и Е. Написали Е, правильно. Бывает описание. И на другой стороне там тоже одна буква не так. Все остальное наше православное. Из святых отцов. Кажется, даже из канона взято. Символ веры. Все, здесь много написано. На самом деле материал коротенький. Если надо будет, потом я еще там дам. Так что вы приедете с дарами. Сейчас у нас время. Все еще снова. Фактически уже должно быть встретили там человека. Я мог бы даже узнать. Доехал он мне там. Подожду. За счет его звать Сярдар Аташин. Сярдар Аташин. Сярдар Аташин. Аташин. Сильно у него трудная обстановка дома. Там все против него. Ему грозит не просто смерть. Что изменило. И прямо написано. Рот прикрываем, когда подеваешь рукой. Не просто так разинуть, как ты любишь. А тебе окурки в рот кидать будут. Не позволяй этого. Мы должны оправдать тот шанс, который дал нам Бог родиться. Родиться и жить для Бога. Если этого нет, то напрасно родился. Люди говорят, не умрешь – горя хватишь. А мы наоборот говорим. Умрешь – горя хватит. Когда умрешь, тогда все это откроется. Если книга, спитая Библия, не стала руководством, то пустота там не будет. Для нее уже место назначено было. Люди часто приводят выражения. Тартулиана – душа человека по природе христианка. Но они дальше не говорят и меня обманываются. Дети – да как ангелочек. Ангелок – а рога – потолок. Дети рождаются подобные. И родил Адам Сипа по образу своему. Уже человек по природе, душа его христианка по сотворению. А она сегодня язычница – душа. Она, наверное, все, хватит ребенок. Маленький-маленький лежит. Уже капризничает. Он понимает, закричит. Мать ему бежит. Две бруди урод сразу ему. Лишь бы только не кричал. Вот у меня рядом, вы посетите, сестра Валентина. Живет у ней шесть сыновей и дочка. И все уже выросли. Дочка последняя. А вот Алексей рядом строится. Это ее сын. Два сына, тут третий. И она никогда не вставала. Муж запретил детям кричать. Не болеет, сытый, сухой, накормила. И дети не плачут. Он похрещал, и говорит, что еще хрещать без того, чтобы там кнопка не срабатывает. А кнопка – это у матери. Там его сразу кричит. И будешь волноваться от каждого его крича. Не позволяй этого. Вот есть такой ролик, я его не правильно назову. Не кредит там это. Там где-то на севере какая-то нация, немцы или кто. И одна женщина. Сколько она сделала? Она буквально все селение держит в руках. Смотреть надо, как поедет. Кто-нибудь в архошку потом посмотрит. Ну сейчас еще одна надо. Там храм построила и с детьми занимается. И ее представили. Он рот закрывает. Руки здесь. Ну подними. Вчера говорил, как подзевать. Подзеваешь, рот закрой. Поземнее рот прикрой. Ну потремнируйся маленько. Даже руку поднять, до чего ж ты ленивая это. Так нельзя жить. Я все-таки сейчас сказал про это. Ты опять свою. На соискание Нобелевской премии представили. Ну там, да, должны ходатайствовать Академия. Там определенные правила. И она биографию свою пишет. Я говорю, в семье детей было много. Я была самая нелюбимая у матери. Мать идет там где-то по тундре по своей. Морожку собирает. Бывает там где-то возвышенность. Я упаду. Еще мать даже не вернется никогда. Она говорит, как это мне помогло. Она, у нее самый большой потенциал выживаемости. Я все делала самостоятельно. Кажется, не любовь. Дадут бы Аттор, дадут бы человека. Какой-то хулиган. Убийца вырастет. Это в семье. Он не добрал. Неполноценная семья. Все это обман. Вчера выставили фотографию, как в советское время мальчику 14 лет приговорили к расстрелу. И это не все. И расстреляли. Это был единственный случай. Несовершеннолетних не действует. Он нелюбимый был. И везде хулиганил. В школе. Здесь научился. Одного грабили. Они там, в квартиру. Ну, ее нашли. И он решил тогда по-другому делать. Заметать стены, чтобы сидеть или не было. Пришел в дверь. Я почтальон. Она открыла. Ну и почтальон. И что из этого? Почему я должен открывать? Положи. Когда нужно будет. Мы выйдем, возьмем. Нет, открыла. Открыла смерти. Он ее сразу топором. А у нее сынишка где-то. А да, сына. Разделался, тоже зарубил. Но его обнаружили сразу же. И судьи вынесли приговор. Смертная карта. Его фотография прямо. Профиль и амфаз показаны где-то. Я еще не читал его биографию. Но видно, что-то там не так у него. И как челюсть идет. Как губа. Как он смотрит. Если человек занимается с детьми, это психологический анализ. И расстреляли. Но когда приговор вынесли, долго не могли расстрелять. Никто не соглашался. Нашелся человек. А правильно ли поступили? Согласно Слову Божию, правильно сидит. По Ветхому Завету. Смерть за смерть. Он должен умереть. Из Санкт-Петербурга приезжает в Горный Алтай. Какой-то корреспондент. Там член-корреспондент. Такой высокий человек. С женой. И кажется, двое или трое мальчиков. Вот такие же были. А машина у него хорошая. А там местные. Мы считаем, что это Руслан звать. Фамилия все указывается. Он посмотрел. Взял у дяди ружье. Пришел. За камнем залег. И как только выглянул муж. Вышел. Он сразу застрелил. А дальше застрелил жену. А ребятишек побил камнями. Дали десять лет. Больше нельзя дать ему. Он уже вышел теперь опять. Ждите его. Все. Ничего с ним нет. А как? Я не знаю как. Но мусульман у других. Один на тебе. Он не должен жить. Рассказывает в Древней Аллане, Греция. Мальчик шестилетний. Сколько тебе лет, Тимош? Ну, примерно такого возраста. Поймали перепелку. И он же сам лаският старик. Зачем там посмотреть? Бывает так. И заседал горбовный суд Эллады. И приговорили к смерти. От такого не должно быть потомство. Оно еще хуже будет. Его казнили. Это образец. Или по Евангелию, и по Моисею. Другого нет. И пришла благодать на благодать. По Христе. А кто такое благодать? Первая благодать это Моисеев закон. Это благодать. Он устанавливал на правильное отношение. Как относиться друг к другу. Незлословие отца и мать. Начальствующие. Все сказано было где-то. Кое-что Моисей изменил по жестокосердию вашему. Разрешил давать разобновое письмо. Потому что они жестокие очень. Мы говорим о чем? О том, что Бог назначил день, в который будет правильно судить Вселенную. Вот надпись об этом. Он назначил. Деяние 17.31. Все. Да, пожалуйста. Помогайте, делайте. Ты знаешь твое название, Нина? Что означает? Как переводится? Понятно как. Сонная мечтательность. Иди с Богом. Сонливая мечтательность. Сонливая мечтательность. Мел Шагар там одно имя такое. Как назови ребенка вот так-то. Это значит очень много. Как? Там надо смотреть 6 глава Исаии. Из четырех слов. Что погибель приближается. Все там расхищается. Его так и звалищики. Ну, она полинария. Поля. Сядь прямо. Еще тебя ломает все. Ложишься. Ленишься, держась в свой корпус. Тело. Ну, смотри, рядом сидят взрослые. Глянь, как сидят. Сядь прямо. Растемись. Что-то спина колесом. Мы говорим о том, что Бог дает таланты. Приезжает сюда протеерей один, батюшки знакомые. Ну, вот вы говорите, это да. А у меня таланта нету. Говорит другим о Христе. Талант. А какой у тебя талант? Кадилом махать он протеерей. Хороший протеерей. Ну, там вот говорю я. Говорю и чувствую, что в пустоту говорю, они там не слушают то другое. Этих людей можно захватить. Если придет сюда хороший проповедник от баптистов, твоя паства уплывет. Тебе есть нечего будет. А они их поставят на колени. Он призывает покаяние. Кто желает покаяться, выходи сюда. Они выходят, становятся. После этого назад возврата нет. Почему? Он Господа полюбил. А доказать, что не нужны иконы, не делая изображения. Он не объяснит. Он неправильно толкует. Но это очень легко ложится. Ничего этого не надо. Священника. Нигде не написано, что слова священник даже нет в Новом Завете. Это придумали. Тем более исповедовать это тоже нет. Хотя есть. А человеку нравится вот такое поверхностное, гладкое, ровное. Еще посты. Где? Кто устанавливал посты? Христос разве постился так? Пищу одну-другую заменяют. По боку посты. Икону порубил. Все. Я спасен. Теперь день и ночь повторяю. Я спасен. А что ты спасен, они договаривают. Написано, спасен в надежде. Понимаете, как обман вкрадывается? Он берет места в Писании, кто меняет. Двадцать восемь девять, когда считаем. Не прибавляя к словам его в притче, чтобы не оказаться лжецом. Бог обречит тебя. Мы говорим о том, что талант каждому дан. Талант. И в притче говорится. Один талант, два, пять талантов там. Но без таланта нет ни одного. Даже в ней и талант. Разбуди ее. Подними ее. Если не сейчас, то когда? Он говорит, какого возраста не было ребенка. Подними его на молитву. Тебе надо его на горшок сводить. Давай, кратко молитву сотворим. Сотвори там одну другую молитву-то. Мы лежим, как мать говорит, война идет. А наш дядя на войне. А где-то они реку форсируют. Он мокрый, замерзает. А мы на печке лежим. И помолиться некуда. Дети, давайте помолимся за него. Ну ты прямо покажи. Выйди на улицу. Холодно, да? Холодно. А ему деваться некуда. Он в окопе сидит, караулит. Загнали немцев под Сталинград. Ему это надо немцев? Потому что замыслы сейчас человека. Исполнение от Господа. И вот смотрите. Наклеить ты это сможешь? Сможешь. Все. Это проповедь. Кому-то вот это дать. А может даже распечатать. Проповедь? Да, проповедь. Евангелия нету? Уезжающие скажите, мы вам дадим Евангелие. Ну, вынес свои машины. Мы дадим машину. Столько вам, что у вас ресурсы будут прогибаться. Это Бог делает. А это мы получили не от православных. А издают они все от данного издания. Вот это вот. Ее видно, что это не православное. Почему? Шестьдесят шесть лет. Что Библия. Это неправославное издание. Но оно православное, стинодальное. Больше всего противится распространению Слова Божия православное. Вот вчера ночью. Я в дню уже ложился спать. Кто-то звонит. Я из Москвы. Как достать, приобрести твердомник. И как после 10 октября, когда я вернулся. У них там книг полно. Но когда они сравнили еще у подобного лета. Подобного нашему твердомнику не было. О, молодец. Не было. Полностью с откровением, с опровержением сектанства. Настолько подробно иллюстрированное, накрашенное. Ну вообще. Мы стали говорить талант. Какой талант? Определи. Обычно. А я работаю в храме. Ну вот свечки тушить, огарки воровать эти. Какой талант еще у тебя может быть? У батюшки талант. Собирай деньги. Ну не забывайте. Заказывайте молебны. Сейчас пост. Уже уходят. Батюшка еще кричит. А сказать проповедь. Он еще в аптисты со своей Библией носится. Библия носится. Понимаете. Старается этим как бы ущипнуть человека. А ты куда ни глянь мне с этой верующей. Все. Воробей пролетел. Пролетел. Что? А про воробья сказано. У нас перевод другой маленький. В неделе малые птицы продаются в засаде. Малые птицы. Везде стоит там воробей. Штеры. Как стоит слово? Воробей. Понимаете? Вот. Покатись, ибо приблизилось старство небесное. Приблизилось. А на сколько? Оно было на 100 км на 1 км ближе стало? Нет. А в английском перевод сделали такой. Покатись, ибо Царствие Божие под рукой. Вот тут все понятно. Только руку протянул. Покаялся. То есть мы не отрицаем. Перевод тот и другой правильный. Мы эти еще более усилили его. Рядом. Только протяни руку. Только сидевшие крестные одни. Скажут, а его не было видно. Что-то было. Такова сохранена и показана. Это вот маленькое. Как готовить человека к крещению? Как готовить его? Я обращаюсь к своему опыту. Родители нас ничего не учили. Так, чтобы сидели, вот так занимались. Ни одной беседы не было. Слово Евангелие мы не слышали. Но они учили нас, как настоящие христиане. Почтение к отцу матери. Все остальное, что не делали. И мать это знала. Отец не знал. А мать знала. И мать выявила. Страх Божий. Есть суд Божий. Терплю до конца. Буду мучить без конца Бога. Такой фразы нету. Но из разных мест она составляется. Так Бог будет судить. Долгое терпение Божие не испытывает до конца. Бог сказал, что он обязательно выполнится. И когда умирал уже Давид, он сильно говорит, что Господь сказал, что Линевия будет разрушена. Он отложил это через Иону. Отложил Бог за покаяние. Но раз сказал, он исполнится. Другое поколение не будет. И прочее. Мы знаем, что 17-18 глава Откровения, это говорится о Москве. Она будет сожжена, как великая блудница. Вчера опубликовали, показано там министр, образование. Сколько он получает? Вот получается человек прокормил. Он получает столько, сколько вот этот получает. Он замесец получает. Обыкновенно получает за 320 лет. За 320 лет. И разве не знает президент об этом. Такие назначает суммы. Народ-то видит все. Все кипит буквально. А это еще дольше работать. А до этого возраста при этой жизни многие не доживут. И платить вообще не надо ничего. Только работать. Вот это пенсионная добавка в годах. Это деньги. Они еще о деньгах. Конечно, если в Америке, как сказать, в Японии средний возраст 84 года, а здесь 63-58, то разница есть. Надо попутно просто сказать. А вы как считаете? Я не считаю. Мне минимальная пенсия бомжам. Мне не давали работать, кроме сторожа. Нигде. Власть передо мной виновна. Она должна мне платить по моей специальности. А мне никак. Я работал за границей теперь в Атле. Там все это пропало. Они не могут ничего делать. Сейчас говорят, что долги Советского Союза вынесли решение платить. У кого они брали, сколько – неизвестно. Ну а сколько сами платили в Анголу, в Кубу, в долг давали. Советский Союз Михаил Горбачев все простил. Это простение. А которое наше суд уже сколько? 28 лет все решал, решал, решал. И на Кене сказали платить. Платить. Все он там кому должен. Ну, речь идет, конечно, не о рублях. Попутно, что не справедливость. А что делать? Ничего. Делать нельзя. Это я просто для сведений говорю, что мир полон неправда. Чего ты к нему идешь? Тоже охота какой-то пирожок там укусить. Там уже давно толпятся. Ты благодари Бога, скажи, я могу теперь где-то найти место такое. Вот видишь, мы сделали 12 надписей. Почему? Мы богаты. Мы богаты. Несравненно богаты с тем, какие мы были. Надписи все эти делали. Надежда Васильевна главный. Сейчас пропишем. А теперь вот на 3 раз. Поводим все это. Вот перед вами только мы вот такое распятие повесили. А было просто вырезанное из железа. Кто-то выпили его. Но вдруг прислали. Кто-то даже не написали. Прислали. И так вот делаем. Ваши иконы, которых привозили, праздник сяк. Вы увидите. Это надо батюшкой отвезти. Там у него где-то может зависеть или что. И в нашей мати ничего не могла сказать, кроме там псалтыри на своем языке. Я вспоминаю. А если бы вот так вот учили. Дядя мой, отцок, брат, учил детей своих. Учил именно. И никого по-настоящему говорящих не было. Он учил. Я считаю, вот это избрание. Главное, работа это в избрании. А если вы не избрание? Вы мне у Бога избрание. Бог даст тебе это. Время коротко. Мы будем вот беседовать здесь. Я вам говорил, вы вопросы подготовьте. Чтобы было. Чтобы вы хотите подхватить эту статью. То, что я буду говорить, этого никто никогда нигде не говорил и не скажет. Почему? Это новое. Новое. Просто новое. И этого нигде нет. Сейчас говорят, готовят катехизация. Должна быть там сколько? Сорок минут или сколько? Сорок минут. За сорок-то минут. Не от обеда даже. У нас было четыреста пятьдесят пятьсот часов. Подготовка к окрещению. Часов полных академических университетов. Из них, которые люди будут запущены, проверены, еще половины уютные. Много-много званых. Это званые-званные-званные-званные-званные-званные. И мало-мало избранных. А как остаться? А тебе не надо там рассуждать. А сколько времени осталось? Считай третью книгу везда. Его показано было. Будет там, то пожар горит. И в конце дым маленький летит. Вот это время. Прошел потоп с неба. Дождь и окапельки последние падают. Вот это время, которое осталось. Образом понятно. И ты как дождь увидел, так скажи, время мало. Увидел закат? Рукавые люди определяют, погода какая значит будет по закату. А время приближения Господа не знаете? Господь Святой. То есть у тебя все должно быть буквально переполнено этим. Священописанием. Где бы ты ни был, у тебя обязательно Бог дает тему беседы. Тему. У меня стихи, они не такие стихи, а они буквально переполнены. Стихи должен нести на вину, которую я нигде не найду. Бывает и странно, и все другое, но в нем должно быть заложено что-то таинственное. А это открывает Господь Бог. Как открывает? Через то, что ты видишь. Ты должен за березой увидеть другое назначение. И как это дерево когда служило? Как Давид прославляет? Мы считаем, смотрите, псалом каждое лечение богослужения. Еле – жилище айсом. Интересно. А у нас береза – жилище и волги. Она на березе вверх. То есть давид сам-то горы – убежище зайцем. А мы скажем, сады заброшены зайцем. Они там тропа сады пробивают у нас. То есть Бога прославлять просто. Как ты видишь, что… Давид вот видел. Считай 130 псалом другое. Вот все – и буря, и ветер. И все славит Бога. Научи, наполни себя этим. И ты увидишь, как века жизни потечет. Это Евангелие от Иоанна 7.37. Кто жаждет – иди ко мне и пей. Как сказано, в этой тысячи левы потекут реки и воды живут. Бог даст – и все откроется. И даст талант такой, которого у тебя нет. Я в школе учился. У меня труднее всего шла литература. Я просто боялся говорить. А потом раз – Бог убрал этот шибер. И все открылось. И пришлось тогда говорить. Говорить, запоминать и прочее. И ты так же определяешься над ней. Ты вот этого узнал? Я добью. Этого узнал? Я покажу двойни. Мало попали к священнику. Он сразу скажет, что у сектантов было? Ну, определять очень легко. Если ты строго скажешь, построго по форме, я там тебя то назову мусульманкой, то старой зеркой. Это уж определенно. Распределенно. Я говорю, а тогда наше-то что? Как Андрей Кураев обо мне говорил и говорит, что у него как-то такая взрывная смесь баптизма со старообряществом. Он даже не объяснил. Он-то понимает, что сказал. Баптизм – это слово Божие, проповедь Евангелия. А это баптизм, баптизм. Ну, он сказал, переспроси его. Ну, он сказал, что ты-то начинал думать-то. И старообряешься, что строго службишь, ничего не пропускал, чтобы где-то были как положено, по форме, знали поклоны. То есть он отнес это, и старообряется пусть этому обрядности. Но оно нам никак не помешает. Обрядность – это листья. И листья его не вянет, 1 Псалом. Листь не вянет. У тебя и внешний вид все будет говорить о том, что ты преисполнен радостью. Радости во Христе. Он меня спас. И теперь я должен подтвердить жизнь свою, что он меня любит. И я его предал. Вот на сегодня вам все. Так у нас время к семье идет. Ну, вот-вот подъехать. Давайте. Я хотела конечное слово. Погромче говорить. Когда я ездил по святым местам, у меня вот такой тоже есть. Вот вся такая? Да. Точно такая, только без этой вставочки. Нет-нет. Вот другой. Нет-нет-нет-нет. Только вот первый лист. Только первый. Я его тоже раздавала, распространяла. Там был такой случай. Здесь не первый лист. Там и святые отцы сказали. Взято Симеоном, Камон, из Библии много. Этот человек очень близкий к нам. Игнатий Тихонович, я хотела сказать другое. Вот когда вот это я раздавала, я не помню откуда, кто мне его дал. Но только вот без этой вставочки. Там просто вот эти перечисления. Да. Была в одном месте в храме, захожу, раздаю. Но как только вот это я дала и попала монахине, она отшвырнула, посмотрела, и другие люди, глядя на нее, не стали брать. Меня удивило, а что здесь не так? Я, кстати, вас хотела спросить, что же было не так? Можете не спрашивать. Что я не так сделала? Можете не спрашивать. Вот мы, представьте, в большое село приезжаем. Мы говорим, храм где? Да храм там, в шестом конце. Мы идем, люди нас принимают, мы даем Евангелие. Хотите, в этот день мы собираем людей на стадионе там или в клубе, где там у них кто-то. Ну вот один спросил, а кто вы такие? А куда мы заходим? Говорю, мы потеряем и поселок Алтайского края, мы верующие православные христиане даем. Наконец, второй дом спрашивают, третий. И потом совершенно не. Оказывается, мы приближаемся к храму. И около храма протравлено все, Евангелие не нужно. И в одном месте мы зашли и говорим, мы православные. Я тоже православный. А кто вы такие одеты в одежду? Как будто монашеская. Что вы ходите тут? Мы Евангелие раздаем в области. Ты меня учить еще будешь? Зачем уже учить, когда Господь учит? Мы просто раздаем это. Я всю жизнь на клиросе провела. Вы знаете, с кем разговариваете? Она на клиросе провела. Ну, теперь я уже знаю. Так мы зовем Евангелие. Никуда я не пойду. Еще надо батюшка нам скажет. Она рубит, она там живет, она этим питается. Все. И все. Дальше. Следующий уже храм. Ну, под каким видом? С той стороны обобходим. Сейчас выходит здоровый такой. Ну, по комплекту. Я росла с Владимира Юрьевича. Так. И рядом девушка вот такая. И опять облокотилась. Засол не далась. Сядь прямо. Чего тебя ломает так? Ну, рядом. Посмотри на нее. Она же не горбатится. А раз она не горбатится, я ее ненавижу. Пусть она тоже горбатая будет. А кто вы такие? Ну, мы из потеряем. Мы православные. Вот здесь сегодня желаем побеседовать. А зачем ходите? Евангелие раздавь, у кого есть? А кто его считает будет? Такие вопросы. Я у соседки спрашиваю когда-то, что я говорю, кто это? Это батюшка, она отлученный за это дело. За это дело. Что это такое? Больше ничего нет. Он отлучен за это дело. В другом месте там монах. Нажил двух ребятишек там с хористкой. А он категорически против. Главное там, при счастье, при счастье, при счастье, счастье исповелись. У нас опыт очень большой. Вот здесь, вот в окрестностях сел, мы все обошли. До самого маленького села. Раздали, зашли 30 тысяч домов. Тысяч. Мы каждое воскресенье выезжали, сейчас не выезжаем. В каждой моем библиотеке я дарю все мои книги. 38 томов. Это 750 евро. 750. А стоимость, наверное, 70 рублей умножить на 70. Ты понимаешь, куда было здесь? Мы подарили, проехали. В общей сложности примерно на 35 миллионов рублей. Так за этим-то труд какой. Чтобы написать, я 50 лет работал вот этим. Копил материал, потом его выдал. За 9 лет вот 38, еще 7 книг в интернетной версии. У меня стихи 4 тома по 800 страниц. От корки до корки. То есть от верха до самого низа. 36 строчек стихотворений и эпиграфы из Библии. Но издать уже никак нельзя. Там за миллион завали тысячи экземпляров. 4 тома. Все подготовлено. Фотографии. В каждом... 240 страниц только фотографии цветные. Подготовили наши поездки по Европе, по стране. Но в Библии ссунулся в типографию и отступил. Никак не издать. Ну и дальше уже работаем. То, что есть, раздавем. Видишь как? Бог помогал на это. Мы сделали. А что бы? Никто не берет. Сами везете. Никто не берет. Сами везет. Никто не верит. Поэтому Сын Божий сошел. Пошел по людям. Пошел учить их сам. Вы как раз и подтвердили. От своих собственников не отказывать. Никто не берет. А я цену знаю. И я еду и раздаю. Купили машину специально. Вот она там стоит. Газель. И проехали от Тихого до Атлантического и Тиана. Это 600 примерно городов. Карты щевали. Где были. Что было. Ой-ой-ой. И все позади. Смотрю на это, как будто бы это не наше. В общем, у нее желание, чтобы люди узнали. И узнали. Спрашивают. А кроме того, книги работают. Стали звонить по библиотекам. На 10 примерно 2 ответили. Да и есть. Остальные где? А их в реестр не завесли. В реестр завести. А это зависит от того, как попыли. Аня, теперь давай по библиотекам. Сейчас шарите. У вас книги Латкина есть? Есть. Что? Да нет ничего. А у вас что в церковь ходит? Оказалась библиотекарша прихожанка. А на батюшка что нужно? Знаете, эти книги очень нужны. Там семинарии у нас. Ну пожалуйста. И она вопреки подписи, которая дала две вещи, она им отдала. Ну о том, что взяли и уничтожили, еще не слышал нигде. Не слышал. Но книги показаны там в епархии. Стоят у них где-то. Берут или не берут. А в одном месте пришел, так же поп. Один раз наоборот взял. А какие книги Латкина? Какое вы отношение к ним имеете? Ну вот мы. Найдете в другом месте. Выписывайте. И больше чтобы не спрашивать. Нет, нет, я ничего. Вот сразу назад. А там библиотека. Все люди, которые с нами встречаются. Вот и все. То есть везде надо выждать момент и приложить все силы, чтобы воля Божья совершилась. А если они уничтожат? Знаете, я уже отдал их. Я сказал во имя Иисуса Христа. И поэтому хозяину сделал я уже другого. Его и смотреть за этим. Пусть он сам смотрит Господь. В каждой книге у меня около трех тысяч мест Библии ссылок. Тысяч. А это понятно. Если три миллиона букв в Библии, то в книгах моих кажется 45 миллионов. Ну так что ты можешь сравнить это. Я доверил сам Богу. Мы не знаем, что завтра будет. А могут и интернет один день отключить. Ну ничего мы сделали, что могли. Вот они люди. Через интернет мы познакомились. Новое поколение. Он еще там продремал. Но он видел Библию. Видел людей. Купался. Ходил. Вставался. Работал. А что работать будем сегодня? И это ему запомнится очень близко. Близко-близко. И потом где-то, когда-то оно может коснуться его сердца и воспоминания всплывет. Вот мы во Фрунзе беседуем с баптистами. К брату Павлу пришли. Там баррикады как раз на 34. И баптисты. Кошнарчук, по-моему, хороший. Все рослое. Такие ребята. То другое. Мы беседуем. И Бог не требует служения рук человеческих. Это креститель. И объяснил им. Где он говорил? В Афинах. Правильно. А в Афинах были христиане? Не было. А раз христиан не было, то никто и не крестился. Согласны? Ну да. Эта форма привезла. Так привезла. Ясное дело в Древнем Риме. Это Гитлер оттуда взял. Так отвечают советские французы. Так. А креститься христианам. И Павел, мог ли им в Афинах, проповедывая в Ариапаге, говорить, что не креститесь, когда ни одного христианина нет? То есть неправильно. Неправильно. Он говорил о строительстве вот этих капищ, в которых, по их мнению, обитало божество. Не требует Бог. Он сам дает ему жить, дыхание и все. Согласились все. И в это время опоздавшая мать приходит. Исхода зашла и козырь. А Бог не требует служения рук человеческих там. Он стал говорить. Кто там поехал? Не Алексей или что? Алексей, да. Не требует служения. А говорит, мама уже все, говорит, нам так нравится. И вот они уехали в Америке по тысячелетям старств. Не приняли. Понятно все. И вот у них там, где-то там, в Америке, куда-то поехали, сломалась машина. И все поехали там за деталью, а он один остался. И вот этот человек ходит там, где-то один размышляет. Ему припомнилось наши беседы, которые были 25 лет назад. И он стал размышлять, и его вдруг открылось. Так, Игнатий, прав был. Прав. Потому что жатва кончина века. А как у нас восхищение за тысячу лет? Кончина века. И прежде не соберите плевел, а у нас прежде пшенисты на небо. Один был. Пришло семя. Зерно. Граднице Параона. Достали его. Посадили. Через три тысячи лет он отдал росток. Это вообще непонятно. Так и здесь. Никто не принял. Но от меня это не зависело. Я воспользуюсь благодатью призывающей. Призывать. А обращать, благодать обращающая. Это Петр Анатолий говорит. От нас не зависит. И благодать освящающая. Церковь. Священие. Богословение. Богослужение. Литургия. Это только от него зависит. Благословен Господь. Вот сегодня вам маленькая запуска. Перед обедом. Давайте за стол. Так, пошли. Рот изрывает. Апельки помогайте. Состава все убирайте. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!